Меня зовут Варвара Веретюк, я врач-консультант компании GNS, еще я практикующий врач и член Российского научного медицинского общества терапевтов, Евразийской ассоциации терапевтов и Европейской ассоциации превентивной кардиологии. Мне, конечно, хочется тоже создать у вас в какой-то мере такое предновогоднее настроение, как это сделали Влад, Анна и Лилия. Ну, хочу, конечно, побыть немножко нудным врачом и сказать, что несмотря на то, что вы планируете какие-то встречи с близкими, может быть, шалости, корпоративы и шумные застолья, не забывайте о здоровье. Так что встречайте Новый год, действительно, сохранив и приумножив здоровье. И хотела бы спросить вас, и заодно, может быть, саму себя тоже, чем запомниться на всем уходящий год? Потому что мы, конечно, подводим итоги, как всегда, и я надеюсь, что никто из нас не будет вспоминать ни политические какие-то зрязги, экономические вопросы, ни просмотренные телепередачи, потому что, честно говоря, смотрите вы их или нет, от этого в вашей жизни, честно говоря, ничего не меняется. Я думаю, что многие это уже заметили. Мне лично, конечно, этот год запомнился в первую очередь, наверное, множеством новых знакомств, впечатлений, стран, различных обычаев, теплым приемом наших партнеров. Конечно, я надеюсь, что всем нам этот год запомнится возможностью сохранить и поддержать здоровье, а также замедлить биологические часы старения. Также, я думаю, нас всех порадовали новые продукты для здоровья и красоты, которые появились у компании GNS в этом году. Ну и мы понимаем, что появятся еще в следующем, потому что мы не стоим на месте, мы развиваемся. А также, я думаю, что все мы запомним новые знания, которые действительно важны, которые можно применить не только для себя, но и для своих родных и близких. И сегодня мне хочется затронуть тему, которой посвящена масса ваших вопросов на скайп-линиях, масса вопросов на наших мероприятиях Discovery GNS и более масштабных. Честно сказать, к освещению этой темы, к тому, чтобы к ней подойти, как-то затронуть ее, потому что она очень обширная. Я довольно давно готовилась, настраивалась. Ну вот, мне хочется закончить год на мажорной ноте и создать у вас такое настроение, философское размышление о том, какую роль каждый из нас может сыграть в качестве жизни своей, своих близких. Так что давайте поговорим сегодня о профилактике онкологических заболеваний, профилактике рака и какие 10 рекомендаций мы должны вынести для себя сегодня и применять их в течение всей нашей жизни. Актуальна ли эта тема? Безусловно, да. Фактически это тоже такая необъявленная война. В каждой семье есть случаи наших родных, дальних, близких и так далее, которые сталкивались с подозрением на этот диагноз или с этим диагнозом. В мире это уже каждый восьмой случай смерти. Мы знаем, что онкологические заболевания сейчас считаются одной из болезней старения. Мы говорили с вами об этом, когда рассматривали укорочение теломер и старение иммунной системы. На это уходят огромные деньги и на лечение, и на реабилитацию, и на попытки выявить как можно раньше. Потому что как есть момент времени в развитии бизнеса, но так вот в борьбе эффективны с онкозаболеваниями. Тоже есть момент времени. Чем раньше выявил, тем эффективнее лечение, тем меньше потери. Сколько случаев рака можно предотвратить с помощью здорового образа жизни и устранения факторов риска? Вот с вами, дорогие друзья, об этом говорили на мероприятиях компании, во время вебинаров. Но я хочу, чтобы новички записали эту цифру у себя в уме, в душе и в сердце. До половины случаев можно предотвратить не какими-то нанотехнологиями, не какими-то девайсами особо сложными, а вашими мероприятиями, которые, в принципе, несложно провести. Ну и, конечно, профилактика рака, дорогие друзья, остается важной для тех, кто уже получил такой диагноз, прошел лечение. Помните, это не тот случай, когда снаряд не падает дважды в одну воронку, потому что мы более эффективно лечим рак, мы, скажем, спасаем большее количество жизней, эти люди живут дольше. Мы знаем, что рак – болезнь старения, то, что была одна опухоль, не значит, что не может развиться со временем вторая. Поэтому давайте прислушаемся к рекомендациям Всемирного общества по изучению рака, также Американского института по изучению рака, и посмотрим, что наука нам говорит о профилактике рака в 21 веке. У рака есть отличительные черты, многие об этом знают, но хочу вам сказать, что вообще, хоть название такое общее, но существует более ста типов, разновидностей. Конечно, многое уже науке известно о роли питания, физической активности и массы тела, и в развитии, и в замедлении, и ускорении развития рака, но поведение клеток разных типов может значительно отличаться. Поэтому то, что иногда, знаете, передается из уст в уста, что кому-то помогло, не значит, что это поможет всем. Там, знаете, есть такая байка, если отвлекаться, считается, что дельфины спасают тонущих море людей. Ну так вот об этом могут рассказать только те люди, кого дельфины толкали к берегу, потому что они выжили, а те, кого дельфины толкали от берега, об этом рассказать уже никогда не смогут. Ну вот это то, что касается неких ненаучных методов профилактики. Поэтому всегда обращайтесь к доктору за уточнением. Ну и, конечно, как я сказала, чем раньше диагноз поставлен, тем эффективнее лечение. Но есть общие отличительные черты раковых клеток, которые мы должны знать. Так что давайте прислушаемся к экспертам. У рака есть свой, скажем так, цикл развития. Он развивается, когда нормальные процессы, которые регулировали поведение наших клеточек, нарушаются. Клетка становится предчастником колонии целой, которая уже захватывает организм, отсылает своих послов в разные органы и ткани, это называется метастазы. Такие аномалии в клетке, как правило, происходят во время мутаций. Это может быть связано с какой-то предрасположенностью, но вообще наследственная предрасположенность, наследственные мутации играют роль в развитии только малого количества случаев рака, от 5 до 10% максимум. Остальные связаны с другими факторами. Но есть две основные характеристики мутации, нестабильность генома с одной стороны и воспаление, которое способствует опухолю, с другой стороны, которое общие для всех типов рака. Поэтому хроническое воспаление, мы с вами говорили, это не только механизм раннего старения, но это, в принципе, еще и механизм появления раковых опухолей. Хронического воспаления в организме быть не должно. А когда это случилось, начинаются различные сбои, которые провоцируют рост, развитие раковых опухолей. Клетки эти аномальные, они учатся подавлять клеточную смерть. Они не хотят кончать с собой, не хотят проходить через апоптос, они бесконтрольно размножаются, их энергетические процессы в клетке нарушаются, они становятся как буйные подростки, потребляя всю энергию, которая нужна, может быть, и клеткам, соседям тоже. Они посылают друг другу непрерывные сигналы к размножению, пролиферации и стимулируют таким образом рост. Организм регулярно выбрасывает такие, скажем, вещества, называются супрессоры роста, для того, чтобы регулировать цикл роста и, скажем так, его подавление. Ну так вот, вещества, подавляющие рост, к ним опухолевые клетки нечувствительны, они умеют уклоняться от них. Иммунная система, скажем так, нарушается ее механизмы распознавания этих опухолевых клеток, у них есть механизмы защиты, уклонения. Ну и плюс ко всему мы с вами говорили, если иммунная система опять-таки занята хроническим воспалением или хронической инфекцией, это может быть способствующим фактором. В опухолевых клетках включаются механизмы репликационного бессмертия. Что это значит? Что они бесконтрольно размножаются. Помните, мы с вами говорили, есть теломераза в здоровых клетках, которая может поддерживать наше омоложение. В опухолевых клетках теломераза включается независимо ни от чего. Это генетический, скажем так, или, скажем, геномный, да, давайте, сбой. Он включается независимо от того, что мы делаем. И вот эта поломка, собственно говоря, не дает организму справиться с процессом. Опухоль умеет включать механизмы образования новых сосудов, чтобы увеличить свое питание. Ну и включает вещества, которые активизируют прорастание опухоли и метастазирование. То есть опухоль распространяется на дальние расстояния. И вот эта стадия, скажем так, стадийность, она, в принципе, протекает в течение длительного времени, дорогие друзья. От начала, от нестабильности генома, вот здесь вот наверху, и до ситуации, когда опухоль метастазировала, иногда может пройти несколько лет, годы. Поэтому важно знать, конечно, меры профилактики. Но вот посмотрите, вообще считается, что на любом этапе факторы питания и физическая активность могут влиять на все эти характеристики. Вот инициация опухоли, потом вот эти наши характеристики, про которые я говорила, о которых отличаются раковые клетки. Опухоль формируется и растет. Она прогрессирует, выделяя специальные вещества химокины, которые как раз вызывают отклонение в умение веществ, и стимуляцию дальнейшего роста, и уклонение от иммунной системы и так далее. Дальше опухоль формирует свои новые сосуды, внедряются клетки опухол в кровеносные сосуды, прорастая их. И дальше вот эти клеточки, они как посланцы опухоли по кровотоку идут в другие органы, образуя там метастазы, прорастая органы и ткани. Вот такая вот нерадостная картина. Причины развития рака известны, но не все. Поэтому, конечно, Нобелевского лауреата одного, который бы получил премию заслуженность за то, что открыл бы все причины, все механизмы и дал нам ключ к полному изучению, к победе над раком, такого еще нет. Но мы знаем, что есть факторы организма, которые влияют на развитие рака. Это и генетика, и эпигенетика. Мы с вами знаем уже, что это такое. То есть способность организма включать и выключать определенные гены. И микробиом, наша микроэкология, те бактерии, которые живут в нашем кишечнике в основном, ну и в какой-то мере на коже, в половых органах. Возраст, пол, состояние обмена веществ, воспаление и состояние иммунной системы. Есть факторы окружающей среды, которые тоже влияют на прогрессирование рака. Это и определенные токсины, ряд бактерий. Кстати, вот хеликобактер пилори, который может жить в желудке, он считается одним из факторов, провоцирующих прогрессирование опухоли. То есть если есть родственники первой линии, у кого был рак желудка, и у человека выявлен хеликобактер, обязательно нужно, скажем, попрощаться с этой бактерией. Есть и от вирусов, которые провоцируют образование опухолей. Ультрафиолетовые лучи, мы с вами говорили, солярии, избыточные загары, это не полезно. Есть канцерогены различные, в том числе производственные, табачный дым и так далее, загрязнители, радиация, ну, множество разных факторов окружающей среды. Ну и питание и образ жизни сейчас выделяют в отдельную такую группу факторов, которые могут влиять на прогрессивнее рака, замедляя или ускоряя его. И это достаточное или недостаточное содержание питательных веществ в нашей еде обычной, избыток поступления энергии, определенные растительные соединения, другие компоненты пищи, алкоголь, физическая активность курения и другие факторы образа жизни. Так что, дорогие друзья, рак – это результат взаимодействия многих факторов. Надо это понимать. И, в принципе, характеристики организма определяют чувствительность к другим факторам в течение жизни. А вот эти факторы определяют накопление генетических повреждений и нарушение работы систем починки нашей ДНК. Поэтому рак – это болезнь возраста. Но, естественно, надо сделать все от нас зависящее для того, чтобы взять под контроль те факторы, что мы можем изменить. Давайте посмотрим, что за отличительные черты включаются при каких-то внешних воздействиях. Посмотрите, ожирение и инсулинорезистентность, то есть ситуация, которая возникает, например, при избыточном употреблении сахаров, она включает вот эти непреживные сигналы к размножению опухолей. Также нарушает энергетические процессы в клетке, способствует размножению предопухолевых клеток и опухолевых. Ожирение способствует подавлению апоптозы, клеточной смерти вот этих аномальных клеток. Ожирение подавляет работу иммунных клеток и нарушает распознавание опухолевых клеток. Ожирение способствует хроническому воспалению. Ну и любой очаг хронического воспаления, понятно, что является не совсем здоровым. Клетки жировой ткани провоцируют образование новых сосудов. То есть, ну, видите, как много факторов зависит от этого веса тела. Дефицит полевой кислоты, это один из витаминов группы В, способствует нестабильности генома и мутациям. Так же, как, кстати, дефицит витамина В12. Микроэкология нутриентов, то есть достаточное количество микроэлементов подавляет активацию прорастания метастазирования, а нарушение баланса микроэлементов способствует активации прорастания. Ну и физическая активность может подавлять теломеразу опухолевых клеток и поддерживать теломеразу в здоровых клетках, а также укорочение длины теломер, то есть вот наше биологическое старение, оно способствует, как это ни странно, включению теломеразы в опухолевых клетках. Вот так, дорогие друзья. Сложно, но, в принципе, что касается рекомендаций, вот здесь все достаточно просто и ясно. Рекомендации известны, их, как мы уже сказали, 10. Давайте разбираться. Итак, что нам говорит Всемирный фонд изучения рака и Американский институт по исследованию рака? Первая рекомендация – здоровый вес. Далее физическая активность, питание, богатое цельнозерновыми продуктами, овощами, фруктами и бобовыми, ограничение фастфуда и переработанных продуктов, ограничение красного переработанного мяса, ограничение сладких напитков, ограничение алкоголя. До сих пор, дорогие друзья, вам было все известно, мы уже с вами как-то говорили об этом на вебинаре по правильному питанию. Одна рекомендация, я хочу заострить на ней сегодня ваше внимание. Это то, что пищевые добавки не могут служить профилактикой рака. Почему? Мы с вами говорили, системный подход работает везде. Профилактика рака, как вы поняли с предыдущих слайдов, включает в себя комплекс мер. Нельзя рассчитывать на пищевые добавки и при этом запивать их алкоголем, поедать фастфуд, набирать вес за просмотром телепередач. Системный подход работает. Это, я надеюсь, понятно. Для женщин грудное вскармливание – это мера по профилактике рака. Ну и для тех, кто уже пережил диагноз рака, прожил, скажем так, трудный период своей жизни лечения этого заболевания, надо продолжать следовать этим рекомендациям, потому что я уже сказала, невозможно, скажем так, считать себя находящимся в безопасности, если уже тебе этот диагноз поставлен. Может развиться рак другой локализации. Профилактика по-прежнему важна. Вот почему, опять-таки, повторюсь, мне импонирует подход GNS, потому что он системный. Потому что, даже посмотрите, вот чем-то напоминает слайд, правда? Система здесь и система здесь. Потому что GNS всегда подчеркивает, важно соблюдать здоровый образ жизни. Важно использовать все меры воздействия в комплексе. При этом мы всегда говорим о том, что обязательно надо консультироваться со своим лечащим врачом, если у вас есть хронические заболевания или какие-то предрасположенности. Но давайте пройдемся конкретно по каждой рекомендации. Касательно здорового веса тела. Кстати, обратите внимание, я здесь привожу и ссылки непосредственно на сайт Всемирного фонда по исследованию рака. То есть вы можете почитать поподробнее. Итак, есть убедительные доказательства того, что увеличение доли жировой ткани в организме способствует развитию многих видов рака. Посмотрите, сколько их рак пищевода, поджелудочной железы, печени, толстой кишки, молочной железы, почек, рак матки, то есть выстилка матки эндометрии, желудка, желчного пузыря, пардона печатка, яичников и простаты. Очень много видов рака вы можете предотвратить, дорогие друзья, контролем веса. В 2016 году в мире было почти 2 миллиарда взрослых и более 338 миллионов детей подростков с избыточным весом или ожирением. Это огромное поле для работы, потому что эти люди находятся в группе риска. Мы с вами это понимаем. И если помножить это на старение населения, вы представляете себе, что будет? Мы просто захлебнемся в онкологических заболеваниях, если мы не возьмем профилактику себе за правила. Итак, поддерживание здорового веса на протяжении всей жизни – это один из наиболее важных способов защиты от рака. Какая наша цель? Надо стараться, чтобы вес тела в детстве и в подростковом периоде был нормальным, причем желательно даже ближе к нижней границе нормы. Помните, как мы в детстве гоняли по двору, и бабушки сплескивали руками и говорили, «Господи, какой худенький ребенок, что же вы его не кормите?» Ну так вот, это, в принципе, отличная ситуация. Сохраняйте в течение взрослой жизни вес в пределах здорового диапазона, желательно ближе к нижней границе нормы на протяжении всей жизни. И избегайте прибавки веса на протяжении всей взрослой жизни. Что это значит? Если есть лишний вес, желательно принять меры, эффективные для того, чтобы вернуть его в норму и поддерживать дальше. Об этом мы с вами поговорим. Второй пункт рекомендации – физическая активность. Физическая активность средней или высокой интенсивности защищает от рака толстой кишки, молочной железы и эндометрии. Это доказанные научные факты. Защищает она, как мы знаем, от избыточного веса и ожирения. Поэтому, поскольку мы знаем, что лишний вес – это фактор риска многих видов рака, поэтому косвенно контролируя физическую активность, мы снижаем риск развития рака, который связан с ожирением. Поэтому поддерживайте умеренную физическую активность хотя бы, а лучше регулярно и высокой интенсивности, следуйте национальным рекомендациям. Если говорить о российских рекомендациях, мы их знаем минимум полчаса в день умеренной физической активности, минимум пять дней в неделю. То есть, в принципе, они такие же, как и в Европе, например. Но верхнего предела не существует. И ограничьте привычки сидячего образа жизни. Дорогие друзья, если у вас есть работа, связанная с сидячим образом жизни, и я говорю сейчас конкретно о партнерах GNS, то есть вы много работаете со смартфоном, со компьютером и так далее, нужно пользоваться нашей системой ЗН, причем в комплекте с физической активностью. И тогда вы сделаете максимум для своего здоровья. Ну вот то, о чем я и говорила. Особое внимание к внедрению физической активности в свою повседневную жизнь. Всемирная организация здравоохранения, в принципе, согласована, ну, наши рекомендации российские с ВОЗовскими, тоже не менее 150 минут умеренной активности в неделю, ну, и интенсивные не менее 75 минут. Это минимальный уровень. Дорогие друзья, обязательно пользуйтесь этими рекомендациями. Что касается профилактики рака, то научные данные подтверждают, что вполне вероятно, чем больше физической активности, тем больше пользы. Причем, напомню, что не обязательно для этого посещать спортзал. Вы можете нагрузку подбирать под себя. Умеренная нагрузка, например, вы помните, мы ее обсуждали, когда говорили с вами про систему ЗЕН. Это такая нагрузка, когда ваше сердце после нее бьется чаще, но вы можете говорить, пусть и с паузами, и вы немного вспотели. То есть это и, например, катание на велосипеде с умеренной скоростью, быстрая ходьба и танцы, уборка полезна, тоже тратит энергию. Активные игры, ну и упражнения в среднем степе. Интенсивная физическая нагрузка, которая 75 минут в неделю минимум. Это такая нагрузка, после которой ваше сердце бьется чаще. Вы говорите уже с серьезными паузами, петь не получится никак. Ну и вы сильно вспотели после такой нагрузки. Что это за нагрузка? Ну, зимой не очень актуально катание на велосипеде, по крайней мере, например, в Новосибирске или в Екатеринбурге, Сургуте. Ну, у кого погода позволяет, пожалуйста, в быстром темпе. Бег, пожалуйста. Плавание, активные игры. Ну, уборка снега – это то, что очень актуально у нас. Силовые тренировки сжигают жиры намного эффективнее. Помните, мы с вами говорили, это отличный способ нарастить мышечную массу. Вес и объемы уходят замечательно, потому что вот такой вот комочек мышцы и вот такой вот комочек, даже не назвать это комочеком, а такой значительный кусочек жировой ткани. Они весят одинаково, но посмотрите на объемы. Так что силовые нагрузки сжигают больше калорий, тонизируют мышцы, повышают мышечную силу, ну и, соответственно, вы занимаетесь еще и профилактикой раковых заболеваний. Пользуйтесь гантелями, если вам это удобно, спандерами, можете посещать тренажерный зал, можете нет, но, тем не менее, вы обязательно должны найти возможность практиковать эти нагрузки регулярно. Марк вообще заслужил, мне кажется, серьезную премию за то, что он везде пропагандирует активный образ жизни и показывает это своим личным примером. Воспользуйтесь возможностью посетить мероприятие с его участием и с ним пройти интервальную тренировку, он вам покажет, как это делается. Это действительно тренировки с самым быстрым достижением результата и наилучшими результатами по влиянию не только на сосуды мыслительной способности, но и по уменьшению уровня воспаления и, опять-таки, по профилактике онкологических заболеваний. Так что вот Марку можно отдельную медаль дать за это. Что такое интервальные тренировки? Вы в течение максимум минуты делаете упражнение в очень быстром темпе, вы видите примеры перед собой, а во время восстановления вы не стоите просто так, а вы делаете упражнение меньшей интенсивности. И получается, что вот это чередование, оно способствует более быстрому сжиганию энергии. Если у вас есть хронические заболевания сердца и сосудов, то, конечно, без предварительной подготовки, желательно специалиста по лечебной физкультуре, это самому делать не нужно. Все остальные без болезни сердца и сосудов, милости просим, хотя бы один раз в неделю для начала начинайте. Ну, общее время упражнений таких полчаса или час. Увеличивайте интенсивность тренировок постепенно. Правило Марка плюс 1% в лучшую сторону каждый день работает и здесь. Делайте план тренировок индивидуальным, но главное делайте. Надеюсь, с физической активностью мы все поняли. Третий пункт. Цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и бобовые. Я думаю, что здесь я не открыла вам Америку, как это ни сделала Всемирный фонд исследований рака, но тем не менее, например, по опросам населения Сибири, по интернет-опросу, который я проводила, по-прежнему результаты, скажем так, не замечательные. Нельзя сказать, что 100% людей правильно питается. Поэтому вы должны знать, что потребление в пищу этих продуктов реально может помочь защитить от некоторых видов рака, в частности, рака толстой кишки, а также защищает вас от увеличения веса, от ожирения и связанных с ним проблем. Поэтому пищевые особенности у долгожителей, у тех, кто намного меньше рака, скажем так, имел в своей жизни, они постоянно отличаются в том числе высоким употреблением зерновых, овощей, фруктов и бобовых. Что лучше есть? Помните, у нас есть в программе ЗЕН, в каждом руководстве колонка углеводы и есть колонка без ограничений. Ну, так вот, колонка без ограничений, там как раз вот овощи листовые, которые практически не содержат крахмала. Ну, а в колонке углеводы есть подразделение на углеводы с большим, овощи с большим количеством углеводов и с малым количеством углеводов. Вот как раз не крахмалистые овощи, это те, что с малым количеством углеводов. Вообще, когда у вас тарелочка цветная, это значит, что вы на правильном пути, дорогие друзья. Я только не говорю про, скажем так, какие-нибудь мэндемсы или цветные конфетки, а говорю именно про овощи и фрукты. Также вы можете использовать некархмалистые корни и клумбы, то есть морковь, сельдерей, брюква, репа, пожалуйста, и цельнозерновые, бурый вис, пшеница, овес, ячмень, рожь. То есть фантазия приветствуется. Наша цель – это употреблять продукты, которые дают не менее 30 граммов клетчатки в день. То есть клетчатка, пищевые волокна, вы поняли, это синонимы. Включайте в большинство блюд продукты, которые содержат цельнозерновые, злаки, овощи, фрукты, бобовые. Высокое содержание всех видов растительной пищи, включая 5 порций. Вообще вот 5 порций – это цифры, которые вы должны запомнить. Прямо хоть расписание себе на холодильнике для начала делайте, пока не войдете в темп. То есть не менее 400 граммов овощей у вас должно быть и фруктов в день. Если вы регулярно едите, например, для нас традиционный крахмалистый клубень картофель, где-то есть батат, еще топинамбур, и это ваш основной продукт питания, добавляйте, пожалуйста, не крахмалистые овощи, фрукты и бобовые. Это очень важно. Это действительно имеет под собой серьезный научный базис. Четвертое правило – ограничиваем фастфуд. Дорогие друзья, я не знаю, у меня просто сердечная боль, когда я вижу количество молодежи, сидящей в наших заведениях фастфуда, потому что питание с большим количеством фастфуда и разных переработанных пищевых продуктов связано с повышением заболеваемости раком и связано с увеличением веса ожирения. Избыток веса, мы знаем, является причиной многих видов рака. Поэтому вот, что нужно ограничивать. Это обработанная картошка, жареная, например, картошкой и чипсы, продукты из белой муки, хлеб, макароны нетвердых сортов, немедленной варки и пицца, торты, пирожные, печенье. Ой, что-то у меня тут скопировалось в два раза. И кондитерские изделия. Так что, дорогие друзья, я вас очень прошу, пожалуйста, это должно на вашем столе появляться. Чем меньше, тем лучше. Я надеюсь, что вы воспользуетесь рекомендациями Всемирного фонда изучения рака. Под этим действительно стоит серьезная научная подоплека. Красное переработанное мясо. Любителям шашлыка, ну, рекомендую разнообразить свою любовь к шашлыку белым мясом или рыбным шашлыком, или овощным и грибным шашлыком. Почему? Убедительные доказательства из того, что регулярное употребление красного или переработанного мяса является причиной рака толстого кишечника. Что такое красное мясо? Все виды мышечного мяса от влекопитающих, то есть говядина, телятина, свинина, баранина, конина, козлятина. Увы. Вот так. Я хочу сказать, что никто не занимался глубоко изучением северных народов, потому что я знаю, что партнеры из Якутии тоже слушают нас, конечно, очень интересно будет дополнительно почитать, но для них традиционно вы знаете питание с использованием красного мяса. Что касается всех остальных, то здесь это доказанный факт, то есть красное мясо надо ограничивать. Переработанное мясо – это то, которое было преобразовано с помощью соления, вяления, ферментации, копчения, другими процессами, чтобы улучшить вкус или консервацию. То есть всякие колбаски, сосиски, ветчинки и так далее, увы, не полезны, дорогие друзья. Какая наша цель? Если вы едите красное мясо, желательно ограничить его не более чем тремя порциями в неделю. Что такое три порции в неделю? Это где-то 350-500 граммов готового мяса в готовом виде. 500 граммов вареного красного мяса – это где-то 750 граммов сырого. Ну, то есть мы знаем, что убыль где-то на 30% идет. Желательно использовать в пище очень малопереработанного мяса. То есть вот эти все мясные, сосиски, колбаски и так далее. Во-первых, я сомневаюсь, что там есть прям много мяса. Во-вторых, там дополнительно много веществ, которые признаны канцерогенами. Да, мы знаем, что красное мясо – это источник белка, железа, цинка, витамина В12. Так что, если вы его употребляете, то вернусь еще раз, не более трех порций в неделю. Ну и предпочитайте, пожалуйста, нежирные постные части. Остальные, в принципе, ну и, собственно говоря, даже любители красного мяса могут потихонечку заменять его на птицу, рыбу, которые тоже являются ценными по белку и микроэлементам, яйцами, молочными продуктами. Ну, а меня часто спрашивают, можно ли быть вегетарианцем. В принципе, люди могут получать достаточное количество белка из растительных источников. Железо также присутствует во многих растительных продуктах. Конечно, оно не такое биодоступное, как в мясе, но тем не менее. Три порции бобовых излаков – это примерно как 350-500 граммов приготовленного красного мяса. То есть, в принципе, можно себе разработать соответствующий рацион. Исключение – это надо будет использовать В12, витамин В12, пищу для восполнения нехватки. Шестое правило – ограничьте сладкие напитки. Вы знаете, сладкохоросодержащие напитки – это причина ожирения у детей и у взрослых. Кроме того, мы помним с вами, сахар нарушает работу белков. Он гликирует их, то есть образует с ними нерастворимые соединения, белок перестает выполнять свою работу. Это, в принципе, тоже причина нарушения работы клетки. Какая наша цель? Ограничить потребление подслащенных напитков. И пить в основном воду или не сладкие напитки. Вы спросите меня, что делать с чаем или кофе? Ну, желательно, конечно, употреблять их без сахара. Мало того, есть доказательства того, что кофе может защищать от рака печени, эндометрия. Вы знаете, что в чае есть тоже полезные вещества, антиоксиданты. Кстати, между прочим, по последним данным Американского института питания, американцы получают больше антиоксидантов из кофе и чая, чем из фруктов и овощей. Ну, по причине того, что больше кофе они пьют, чем едят овощей. Вот такая печальная статистика. Фруктовые соки. Дорогие друзья, к сожалению, они очень богаты сахарами и фруктовыми, поэтому их тоже не следует употреблять в больших количествах, поскольку даже без добавленного сахара они способствуют увеличению веса. Седьмой пункт. Ограничение употребления алкоголя. У нас был с вами вебинар по алкоголю, они будут долго распространяться, но употребление алкогольных напитков – это причина возникновения рака полости рта, глотки, гортани, пищевода, печени, толстого кишечника, молочной железы и желудка. Это научные факты. Разные типы алкогольных напитков, к сожалению, одинаково опасны, независимо от крепости. Даже небольшое количество алкоголя может увеличить риск нескольких видов рака, которые я перечислила. И нет безопасного количества алкоголя, ниже которого риск рака не увеличивается. То есть для профилактики рака алкоголь лучше не употреблять совсем. Многие сейчас мне скажут, ну, Варвара перед Новым годом прям порадовала, так порадовала. Да, ну, честно говоря, например, для меня в этом проблемы нет. Ну, у нас, как всегда, есть решения для таких случаев в компании GNS. Восьмой пункт – не полагайтесь только на БАДы. Так он и звучит в рекомендациях Всемирного общества по изучению рака. Почему на это делают отдельный акцент? Мы с вами знаем, что в западном обществе практически каждый взрослый человек использует какие-то пищевые добавки. Но нельзя, дорогие друзья, использовать их в ущерб здоровому образу жизни. Нельзя рассчитывать на добавки, запивая их алкоголем, привыдая фастфуды, набирая веса по рассмотрам телепередач. Есть еще один нюанс. Проводились рандомизированные контролируемые исследования, то есть достаточно серьезные, с использованием высоких доз определенных веществ в биодобавках. И они не всегда демонстрировали защитные эффекты питательных микроэлементов на риск рака. В частности, для врачей было сюрпризом, что высокие дозы бета-каротина, это провитамин А, могут увеличить риск рака легких у некоторых групп лиц, в частности у курильщиков, например. То есть мы с вами как-то говорили, когда обсуждали ЭМ-ПМ, какой-то один нутриент, одно питательное вещество в больших дозах, пусть даже оно считается очень полезным, оно может быть даже опасным. Важно использовать нутриенты в комплексе, использовать их синергично и системно. И, конечно, употребление пищевых добавок при хронических болезнях и имеющемся риски развития рака, должно сопрождаться консультацией квалифицированного медицинского специалиста. Не забывайте про то, что автомобили раз в год проходят техосмотр. Ну, человек желательно тоже раз в год профосмотр должен проходить. Что касается ЭМ-ПМ, лишний раз мне приятно сказать, что он работал, он был действительно в соответствии со всеми современными рекомендациями, потому что витамина А в нем содержится 64%, то есть вы не получите передозировки, никакого риска не существует, а большие проценты там водорастворимых витаминов, то есть которые показали свое положительное воздействие защитное. Ну и к тому же, если организм не воспользовался ими, излишки выводятся, это безопасно. Какие биологические активные добавки широко рекомендованы по мнению Всемирного общества изучения рака? В12 для лиц старше 50, которым трудно усваивать природный витамин В12, ну и собственно говоря, вообще группу В. Вегетарианцы, я уже сказала, также В12, на него надо обратить внимание. Добавки железа и фолиевой кислоты для женщин, которые планируют беременность или уже беременны. Витамин В для грудных детей, детей младшего возраста, беременных и кормящих. Ну и также есть рекомендации национальные с учетом местных особенностей. Например, для всей России практически добавки витамина В в зимний период, когда у нас нет солнышка, йододефицитные зоны, добавки йода, омега-3 для регионов с малым содержанием омега-несыщенных кислот в питании. То есть, опять-таки, консультируйтесь с вашим лечащим врачом. Подчеркну еще раз, что касается МПМ, у нас хорошая очень представленность витаминов группы В, действительно с хорошими показателями. А что касается йода, то его количество как раз из соображений безопасности было установлено в полной дозе ЭМ плюс ПМ, заметьте, 42 мкг в сутки, потому что с возрастом избыток употребления йода нежелателен, но и плюс многие употребляют йод по назначению врача как пищевую добавку дополнительно. То же самое касается кальция. После возраста 50 лет многие принимают кальций по назначению врача. Для того, чтобы не было пересечения, в ЭМПМ кальций нужен только для того, чтобы работали остальные питательные смеси для поддержки молодости и замедления старения. Девятый пункт для женщин – грудное вскармливание. Оно обладает защитным эффектом для женщины от рака молочной железы. Мало того, способствует здоровому росту и развитию ребеночка. Грудное вскармливание защищает детей от избыточного веса ожирения, то есть мы занимаемся еще и профилактикой рака у будущих поколений. Способствует созреванию иммунной системы ребенка и защищает от инфекции и воспалений в младенчестве. Также грудное вскармливание снижает у ребеночка риск развития астмы сахарного диабета второго типа. Поэтому цель по рекомендации Всемирной организации здравоохранения – это исключительно грудное вскармливание в течение шести первых месяцев. Если так получилось, что у женщины нет молока, тогда уже адаптированная молочная смесь. А затем на срок до двух лет и дольше грудное вскармливание вместе с прикормом. Ну вообще, еще мои преподаватели 20 лет назад говорили, грудное молоко течет у женщины с головы. Поэтому, дорогие будущие мамы или, если нас слушает родственник, у кого в семье есть беременные женщины, готовящиеся родители, планирующие беременность, настраивайте, пожалуйста, будущую маму на грудное вскармливание. Для этого она должна быть довольна, спокойна и счастлива. И тогда все будет хорошо. И десятый пункт, который называется «последиагноза». Как я уже сказала, если вы уже наблюдаете с диагнозом онкозаболевания, обязательно продолжайте следовать передыдущим девяти рекомендациям. Проконсультируйтесь с вашим врачом о том, что из них подходит именно вам и в каком объеме. Потому что растет число исследований влияния питания и активности на риск развития рака у тех, кто прошел лечение уже по имеющемуся онкозаболеванию. В частности, очень много исследований по женщинам, которые прошли уже лечение по поводу рака молочной железы. Цели – все получившие лечение должны получить рекомендации по питанию и физической активности. И если не указано иное, то все прошедшие лечения должны следовать рекомендациям по профилактике рака после острой стадии лечения. Так что, дорогие друзья, я еще раз подчеркну, нужно заниматься своим здоровьем системно, комплексно подходить к вопросу. Конечно, как вы поняли, когда я повторяла вам, что связано с наибольшим риском, естественно, первое, что приходит на ум – это система ЗЕН. Заметьте, лозунг нашей компании опять-таки – ЗЕН и здоровый образ жизни. Потому что ЗЕН – это фактически то, что можно использовать на протяжении всей жизни, чтобы сбалансировать обмен веществ, целостно подходить к управлению весом, лишая себя всех рисков. Чем мне импонирует наша система, что она полностью основана на научных рекомендациях? Вы только что их слышали и посмотрите, что есть у нас. Опять-таки, увеличение потребления фруктов и овощей, продуктов с высоким содержанием клетчатки, цельнозерновых, потребление воды, снижение сахара в пищу, достаточное употребление белка, достаточное употребление здоровых жиров. Все это рекомендации, которые у нас зафиксированы в нашей системе ЗЕН. Три фазы помогут вам гармонично добиться нормального веса. И дальше фаза три не зря называется «Процветай». То есть фактически вы можете на ней оставаться в течение всей жизни для того, чтобы поддерживать свой вес в здоровом диапазоне и максимально работать по снижению рисков рака. И никакого изнурительного голодания. Четыре премиум продукта, которые созданы специально для того, чтобы обеспечить безопасность и комфорт, пока вы будете заниматься контролем веса, чтобы не было больше вот таких вот до, а было такое после. Ну и напомню вам, что фактически ЗЕН-Фьюз – это не только какой-то там протеиновый коктейль, который дает работу над мышцами, но это фактически функциональное питание, потому что кроме белка, который не простой, запатентованный, потому что у него двойная формула, там есть быстрый белок сывороточный и медленный мицеллярный. В ЗЕН-Фьюз есть еще и пищевые волокна, то есть считайте опять-таки две порции ЗЕН-Фьюз – это уже 10 граммов пищевых волокон. И поверьте, с нашими рекомендациями по питанию остальные 20 граммов клетчатки вы легко наберете. Плюс пробиотики для улучшения работы кишечника, экстракт листистевии, то есть вы не используете никаких дополнительных сахаров, поэтому это действительно отличное функциональное питание. ЗЕН-Прайм – это детокс, плюс уменьшение уровня воспаления, улучшение работы пищеварительной системы и антиоксиданты. ЗЕН-Шейп – это работа над обменом веществ и уменьшение вот этой тяги к сладкому, уменьшение вот этого навязчивого чувства голода, поэтому это действительно отличный способ для того, чтобы достичь контроля над своим аппетитом. И аминокислоты, они служат не для того, чтобы, скажем, просто поддержать здоровье мышц, но и улучшить силу и выносливость, обеспечить вам комфорт во время физических упражнений. Плюс они уменьшают чувство голода, ну и мало того, многие аминокислоты из нашего напитка ЗЕН-ФИТ еще являются предшественниками таких медиаторов, как серотонин, дофамин, то есть вы будете чувствовать себя более, скажем, бодрым и веселым, довольным жизнью. Поддержка от ЗЕН-ПРОЖЕКТ-ЭЙД – это то, что я считаю очень важным компонентом для контроля веса. Если вы еще не присоединились к нашей группе глобальной ЗЕН-ПРОЖЕКТ-ЭЙД и к группе тем более России и СНГ, сделайте это обязательно, вы увидите много интересного, новых, может быть, рецептов. А самое главное – примеров тех, кто уже это сделал. Ну, посмотрите на фотографии до и после, только аплодисменты, только радуется душа. ЭМ-ПМ, как вы уже поняли, это действительно неординарное решение, то есть, во-первых, посмотрите, насколько продуманный состав для многих вопросов, но это на самом деле еще и комплекс для замедления преждевременного старения. И это не только витамины и минералы, но и смеси с защитным действием на ДНК и замедлением изнашивания теломер. То есть, опять-таки, мы знаем, что рак болезни старения, когда используется ЭМ-ПМ, у вас есть дополнительный инструмент для замедления процесса старения в организме. Многие, наверное, приуныли, когда я сказала, что алкоголь лучше вообще забыть в своей жизни. Я понимаю, что, конечно, нельзя от всех требовать многого и сразу. Если так получилось, что вы все-таки вышли за рамки в течение новогодних праздников предстоящих, вы можете пользоваться нашими продуктами для того, чтобы восстановить поврежденные клетки. Вы видите, ЭМ-ПМ, Финити очень хороши для этого. Также для того, чтобы, скажем, утраченную мышечную массу вернуть и сбросить наетое, вам хорошо поможет система ЗЕН, ну и антиоксиданты. Это, конечно, еще и резерв. Вообще, кстати, ЗЕН-Фьюз – это суперпитание. Пересмотрите, возможно, вам понравится еще раз вебинар по поводу алкоголя, потому что, к сожалению, алкоголь вызывает дисбактериоз кишечника, так что ЗЕН-Фьюз вам может понадобиться после празднования Нового года для того, чтобы способствовать восстановлению микрофлоры. Ну и, между прочим, я рассказывала, в прошлом году я позволила себе три дня валяться на диване, читать любимую книжечку, причем ела я меньше, чем обычно, в общем, ничего особенного, но просто намного меньше двигалась. За три дня, дорогие друзья, я набрала три килограмма, которые потом я сгоняла две недели. Поэтому не думайте, что, скажем, мои рекомендации, они ни на чем не основаны. Я тоже их пропускаю через себя, ну и благодаря системе ЗЕН я очень быстро справилась со всеми проблемами, даже не почувствовав дискомфорта. И МПМ, повторюсь, это хороший способ еще и помочь организму, если так получилось, что вы перепраздновали, потому что он поможет и восстановить суточные ритмы, и, поскольку мы сами понимаем, нам предстоит целую ночь бодрствовать, потом мы утром будем спать, неизвестно во сколько проснемся, опять вечером будем гулять, так что МПМ поможет вам вернуться к трудовым дням. И Финити, конечно, очень хорош для того, чтобы в целом работать на профилактику ускоренного старения. Напомню, что ПА-65, активатор теломеразы, прошел многочисленные исследования, показал свою безопасность. Он признан, общепризнан как безопасный для использования в лечебном питании. И, кроме того, Финити содержит не только активатор теломеразы, но и антиоксиданты и компоненты с противовоспалительной активностью. То есть мы уменьшаем уровень воспаления, значит, тоже работаем на профилактику и способствуем оздоровлению иммунной системы. По поводу резерва, я думаю, даже не буду здесь петь дифирамбы, вы все являетесь, наверное, его преданными поклонниками. Это, наверное, один из самых популярных нутрицептиков у нас в компании с замечательным натуральным составом. Но хочу вам сказать, что приятно еще и то, что он тоже оказывает противовоспалительное действие. То есть мы опять работаем на профилактику. Здоровое решение в нездоровых условиях – это то, что я говорю, когда рассказываю про НЕВА. Потому что если так получилось, что вам хочется выпить чего-нибудь сладенького, ну так пусть это будет НЕВА, а не какой-нибудь неизвестный там газированный напиток популярной компании. Потому что всего 50 килокалорий, состав с антиоксидантами и с восстанавливающей витаминной формулой, никаких искусственных подпластителей. То есть, скажем так, если вам нужно позарядиться энергией после тяжелой новогодней ночи, ну так вот восстанавливающая формула НЕВА к вашим услугам, дорогие друзья. Поэтому, повторюсь, всегда профилактика включает в себя комплекс мер. Профилактика рака – не исключение. Это тоже комплекс мер. Нужно работать системно над каждым компонентом. Работайте над собой по максимуму. Пользуйтесь системой ЕС комплексно и системно. Повторюсь, вот здесь тавтология работает очень к месту. Система должна использоваться системно. Можете так меня и цитировать. И, дорогие друзья, позвольте мне поздравить вас с наступающим Новым годом. Мы с вами услышимся уже в следующем году. Я желаю всем благополучия, здоровья, много поводов для радости, множества источников любви от ваших родных, близких, партнеров вашей команды. Ну и, конечно, юношеского задора с компанией GNS в наступающем году. Большое спасибо за внимание. Напомню, что доказательство...